Позади у строителей моста на остров Русский возведение опор, сборка балок пролетного строения. Теперь не менее важный и ответственный этап работ – бетонирование будущей проезжей части. Сначала бетонируются средние части пролета и затем бетонируются на допорные участки, чтобы создать проектное положение. Для того, чтобы соблюсти проектную траекторию эстакады мостового перехода с горизонтальным и вертикальным уклоном, бетонирование происходит с помощью специального агрегата. Его вес – 60 тонн, и за одну захватку он может приготовить 150 кубометров бетона. Прежде чем собрать агрегат, мы повесили подвесные подмости, потом уложили фиброплиты, установили сам агрегат. В результате получится огромная прочная бетонная плита, которая свяжет всю конструкцию мостового перехода. На нее будет положено дорожное покрытие. Это уже как подходит под асфальт основы. Под асфальт это уже как бы подходит к завершению, уже как бы греет то, что скоро асфальт, и все, дорожная одежда. Это уже как бы основа дороги уже подходит. После того, как бетонирование всей проезжей части моста завершат, строители приступят к его внешней отделке. Асфальтирование, установка ограждений и наружного освещения. Ввод готового мостового перехода планируется во втором квартале 2012 года. Одновременно будет готова и дорожная сеть на острове Русском к Федеральному университету. Позади три километра мостового перехода. Впереди остров Русский. Бетонирование соединительной плиты между мостом и будущей дорогой начнется в ближайшие дни. Станислав Луценко, Александр Малыгин, Панорама.